Привет, YouTube! Привет, сообщество! Меня зовут Киасов Руслан, и сегодня у нас на канале ТОП. Это топчик 2019 года. Топчик довольно любопытный и имеет ряд ограничений, ввиду которых, например, в нём не будет ультратека Hellhound. На мой взгляд, Hellhound — это одно из самых интересных прочтений танта, с точки зрения Тони Морфеона и микротека в частности. Но этого ножа не будет, и по той же самой причине не будет товарищек ультратек продакшн, хотя этот ножик произвёл, ну, как по мне, фурор, исходя из того, что он сделал в рамках обзора. Но их обоих не будет, потому что это немножко дорого, и в рамки нашего ТОПа это не вписывается. Помимо этого, я бы хотел сделать в этом ТОПе выборку ножей, которые, естественно, меня зацепили в течение года, но это, помимо этого, должны быть новинки. Раз, и они должны быть актуальны. Два. Поехали! Место номер 10. Herschel Launch 8 по дизайну Мэтта Дискина. Лёгкий, изящный, хищный, отличный DC-шник. Почему 10 место? А потому что он исключительно хищный. Исключительно хищный. И это круто. Но в некоторых обстоятельствах это может мешать. Но даже сам факт попадания в ТОПа, ребята, он очень о многом говорит. Чуть дальше мы немножко коснёмся того, что в ТОП не попало, и по каким причинам оно не попало. И вы поймёте, что практически любой нож из ТОПа, это нож очень интересный, как минимум. Место номер 9. Columbia River Knife & Tools. Провок. Вы знаете, я очень надеюсь, что вот эта штука, она капитально сильно поменяет отношение людей к керамбитам, карамбитам и так далее. Потому что, да, это, в общем-то, позиционируется как нечто тактически боевое, да, но при этом это крайне удобная вещь для надрезания, разрезания коробок и так далее. Я очень долгое время ходил с Гарпией, и это, это реально прикольно. Это реально круто сделано. Это анодированный алюминий авиационного уровня, по-моему, 6061 TD2 с заявкой на 6062. Поэтому, на мой взгляд, CRT здесь с Joe Caswell сделали, ну, возможно, возможно, некий маяк для того, чтобы просто производители немножко начали больше смотреть и формировать подобные ножи, подобные кромки. Сейчас всё-таки, да, керамбиты, они воспринимаются как нечто боевое, нечто неутилитарное, что, на мой взгляд, совершенно не соответствует истине. Место номер 8. Кершоу Бойлер Мейкер по дизайну Леса Джорджа. И здесь у меня, вы знаете, ребят, был только один вопрос. А на каком месте он будет стоять? Потому как для меня это, ну, это вот очередной удар кершоу. Это очередная заявка кершоу. Я здесь батя, я здесь решаю, кто, что, как, что. Потому что Линк М390, это всё-таки немного другая ценовая категория, как и лончи. А Бойлер Мейкер, это стартовая серия кершоу. Посмотрите, как решено всё с цветом. Понятно, что цветом и вот этой великолепной рукояткой всё не кончится. Здесь клипса глубокой посадки, здесь довольно тонкий клины, резучий профиль. Кершоу Бойлер Мейкер, это тот нож, который человек, покупая, получает некий экспириенс. И вот, чтобы этот экспириенс расширить, придётся потратить существенно больше денег. Это однозначный топ 2019 года. Место номер 7. И здесь начинаются сюрпризы. Это Lion Steel Best Man. Это классический складной нож. Вы, наверное, скажете, Руслан, а, собственно говоря, это ведь не совсем твоё. И это действительно не совсем моё. Я более того скажу, что если бы этот нож не попал ко мне на заточку в течение года, если бы я его не потрогал, если бы я его не увидел, я бы его даже не поискал бы. Но, видите ли, классика это очень мощный пул ножей. Это огромная субкультура в ножевом мире. И мне кажется, всё-таки, да, я с ней пересекаюсь регулярно, классика это определённый уровень качества, определённый подход к производству и определённый подход к выбору материалов. Здесь очень высокое качество и М390 на клинке. И это классический нож. Lion Steel Best Man, на мой взгляд, это очень сильно незаслуженно обойдённый вниманием нож. Место номер шесть. Benchmade Bugout. И здесь я скажу так. Когда-то давно, когда-то давно я смотрел сериал американский, интересный достаточно. И вот в этом интересном американском сериале один из главных героев, харизматичный, мощный мужик, такой мух, он сказал такую фразу. Авраам Линкольн в период Гражданской войны сказал, «Я не готов утверждать, что я контролировал обстоятельства. Скорее, обстоятельства контролировали меня». Я так далеко зашёл. Почему? Потому что, если бы это делал лично я, Bugout'а не было бы в топе. Но есть сообщество. И Bugout' его просто взорвал. И поэтому я, являясь частью сообщества, не могу не реагировать. Не могу не сказать, что вот это нет. Я не могу это сделать. И главным образом у меня нет оснований это сделать. Потому что в Bugout'е Benchmade показал всё, что он обычно показывает, говоря, «Я Benchmade здесь». Да, да, но я здесь Benchmade. Это лёгкий, аккуратный, компактный. Это отличный ножик. Как бы я к нему не относился. Место номер шесть. Benchmade Bugout. Место номер пять. И место номер пять, если мы берём идейное воплощение, это однозначный топ. И это то, чего не хватает. Этого безумно не хватает современному ножевому рынку. И это Boker Plus Nori. Вы скажете, а что это такое? Это карбоновая рукоять, это клинок из VG10, это восемь сантиметров, по-моему, длины клинка. Чуть-чуть меньше. Не впечатлил пока, нет? Это сорок семь грамм, один и восемь миллиметра толщина. Фронт флиппер. Это очень круто. Вот этого не хватает. Этого очень сильно не хватает. Тонких, резучих, лёгких. Кто-то называет это джентльменами, кто-то называет это костюмными фолдерами. Кто как. На мой взгляд, это просто отличный, лёгкий, тонкий, компактный складной нож. Причём, лёгкий, тонкий, компактный, это реально про него. Место номер четыре. И место номер четыре, на мой взгляд, это надежда. Для меня, по крайней мере, это безумная надежда. Потому что место номер четыре, когда я увидел этот нож на первых только фотках, на форумах, люди мне прислали. И мне люди это присылали со словами, Руслан, посмотри, что это за бред! А я смотрел, не, я не спорил, я вообще с людьми редко спорю. Но я смотрел, и во мне теплилась надежда, что это выпустят. Что это на самом деле выйдет. Потому что АД-15 колстил. Все поклонники марки колстил, вот все люди, все адепты классического колстила, если хотите, то есть рекона. Ну, попробуйте, давайте сравним просто. Как выглядит вот это, как решено вот это, вот это. И вообще, как это выглядит. АД-15, на мой взгляд, это надежда. Колстил, понимаете, это, наверное, сейчас, это, наверное, из самых интересных компаний с точки зрения жизни в ней. Она дает и показывает что-то свое. Она не работает, скажем так, широким полем. То есть мы работаем с кучей дизайнеров, и дизайнер решает. Нет, у компании есть свое видение. И это интересно. Таких компаний немного. Но все-таки здесь нельзя поспорить с тем, что рекон, условный рекон и АД-15, это немножко разные ножи, оставаясь, в общем-то, в одной концепции. И это очень интересно посмотреть на тесте. Как, в общем-то, и все, что было сегодня в топе, и будет. Это очень интересно посмотреть на тесте. И я надеюсь, это будет. Перед тем, друзья, как мы перейдем к тройке лидеров, перед тем, как мы узнаем, какой же нож все-таки, по моему мнению, самый интересный нож 2019 года. Кстати, я думаю, уже многие догадались, и вы можете написать в комментариях. Только вперед не проматывайте, это нечестно будет. Смотрите, я бы хотел отойти немножко в сторону. Я бы хотел показать ножи, которые не попали в этот топ. И не совсем даже ножи, а идеи и мысли, по которым они не попали в этот топ. Начать я бы хотел с Ziga Emperor Scorpion. Zieg Zauer, сотрудничая с Hogan, переработал модель X01, X01 Auto. И он поработал здесь почти совсем. Во-первых, цветовое решение, покрытие, текстура G10, клипса. Все это поменялось, но этого было недостаточно, чтобы выместить кого-либо из топа. Далее, NL Knives. Эти ребята заявляют 63 единицы на М390 и работают ZDI EVO. Если мне память не изменяет, это 10-й Vanadis и Elmax. Это один из самых злобных дамасков на планете. Совершенно отдельная ниша, по факту, это 22-й ZT-T Magaliano и launch 10-й Kershaw. Понимаете, эти ножи, на первый взгляд, особенно для новичка, кажутся, ну, по сути, игрушечными. По факту, это не так. Далеко не так. Это та самая кора-аудитория. Это ядро нажиманства. Нажиман в самом начале своего пути очень редко приходит к таким ножам. И поэтому очень маленькое количество компаний работает в этом направлении. На память, по сути, кроме спайдерки, мало кто приходит. Но то, как спайдерка это делает, и то, как это сделал Kai, с одной стороны ZT, и главным образом, с точки зрения launch 10-го, это просто сумасшествие. Это очень высокое качество на, по сути, псевдоигрушечном формате. У этого маленького керамбита нет никаких проблем с вот его маленькими керамбитными задачами. Коробки, пакеты и так далее, и так далее, и так далее. При этом этот ножик, он вызывает интерес. Он не вызывает ужаса, недоверия, непонимания и так далее. И это очень бы хотелось мною держать в топе. И, наверное, я надеюсь, когда-нибудь это будет в топе на постоянной основе. И я надеюсь, что и Kai, и ZT будут плотнее работать в этом направлении. У нас будет не только спайдерка. Касательно спайдерки. И Paramille 33 Lightweight. И Endela. Это, разумеется, ножи отличные. Я бы даже сказал, ножи великолепные. Во-первых, Endela, все-таки, это развитие того направления, которое делает спайдерку спайдеркой. А Paramille 33 Lightweight, это вообще, в принципе, нож сообщества, по большому счету. Потому что Paramille 33, как идея, как развитие милитари, на всем протяжении своего пути показывает, что спайдерка, это не просто ножевая компания. Это ножевая компания совершенно нового уровня. Это ножевая компания, которая показывает всем остальным ножевым компаниям, как нужно работать с сообществом. Но смотрите, есть определенная тонкая грань между сообществом и производителем. И в этой грани сложно понять, где заканчивается сообщество и начинается непосредственно производитель. И на мой взгляд, и Endela, и Paramille 33 Lightweight, это великолепные ножи, вне всяких сомнений. Но третье место, это нож, который создан компанией. Место номер три, и это спайдерка Native Chef. Вот это и есть продукт компании спайдерка. Причем, я практически уверен без оглядки на сообщество. Сообщество не хотело вот такой нож. Более того, нож сделан настолько, если хотите, брутально и авторитарно. Спайдерка умеет работать с рукояткой. Спайдерка умеет работать с фасками, которых здесь нет. Почему? На мой взгляд, это продиктовано непосредственно назначением этого ножа. Он должен быть ухватистым, он должен быть интересным, и он должен быть резучим. Все фишки спайдерка здесь присутствуют, и это очень интересно тестировать. Я скажу больше. Спайдерка, в принципе, была в топе заочно. Ну, без этого никак. И мое отношение к спайдерке все знают. Но тот тестовый бэкграунд, который был до теста Манникса, он подтачивал эти позиции. И Манникс, он вернул, вернул компанию в бой. Насколько интересным будет вот этот нож, я думаю, надо будет посмотреть. Заочно он исключительно интересен. Место номер три. Спайдерка Нейтив Шеф. Место номер два. Вице-чемпион нашего топа. Это микротекс Аком Элит Ворком. Это, разумеется, шутка. Микротекс Аком Элит обычный на втором месте нашего топа. Ворком он великолепен. Тут нет никаких сомнений. Вообще никаких. Это отличный, красивый, кастомный, дорогой нож. 150 тысяч рублей все-таки как-то вымещает его из нашего топа. И поэтому микротекс Аком Элит. И здесь я, естественно, пошел на сделку с совестью, если хотите. Потому что микротекс Аком Элит, ребята, это все-таки 2018 год. Но в 2018 году топа не было. И очень долгое время, в течение 2019 года, Аком был на первом месте. Но все-таки стал на втором. А первом месте чуть попозже, пока о Сакоме. Саком, на мой взгляд, это отдельный пласт ножевой субкультуры. Не меньше, чем Милитари. Наверное, и не больший, но не меньше и точно. Это с 96 года история длится. Это очень интересный продукт Кони. И есть еще одна причина. Почему он на втором месте? За этот год я точил Саком 4 раза, из которых 3 были ножи разные. С разными финишами, с разными железками. В большинстве своем это 204P, как сейчас. Но было также и М390. У меня не было ни разу ощущения, что я точу что-то алюминиеподобное. Что под абразивом что-то простое. Нет, было ровно наоборот. Я очень хочу пустить Саком на тесты. Я думаю, он покажет очень интересный результат. Кто же у нас, друзья, на первом месте? Кто самый топчиковый топ? Какой нож в 2019 году мне показался самым интересным? Если вы еще не написали это в комментариях, не пишите. Это поздно. 640 Zero Tolerance на первом месте. Я понятия не имею, какому дьяволу Эрнест Эмерсон продал душу. Я не знаю, с кем он заключил этот контракт. Но так как работает этот человек, очень мало кто вообще умеет даже приближенно работать. Понимаете, в чем смысл? Здесь 20 CV, здесь современные материалы. И это абсолютно классический нож. Он абсолютно понятный, абсолютно спокойный. И при этом свежий, новый. Да, на шайбах, кстати. 20 CV. 20 CV пока, это один из лидеров, скажем так, серийного рейтинга. Один из лидеров представителей серийных изделий на моих тестах. И мне очень интересно проверить его. И не только его. Всех здесь очень интересно проверить. Я надеюсь, мы это сделаем. Как только я увидел 640-й Zero Tolerance, я понял, что это будет в топе. Потому что это хочется потрогать. Это хочется пощупать. Это хочется пропустить через себя. Сакому стало сильно грустно в этот момент, потому что он понял, что в 2019 году появился новый игрок, который его все-таки чуть-чуть. Это ЗТ. Вообще, по итогу года я могу сказать, что ЗТ, Кай и в особенности Кершу, они производят впечатление бурно развивающейся компании. Как будто в этой компании появился человек, который начал закручивать гайки. Начал подходить и говорить, почему это так? Почему здесь так? Почему? Давай сделаем так. Давай почему? А вот это не так. Мы будем делать так. Это очень круто. Естественно, 640 ЗТ на первом месте по совокупности. Естественно, к этому ножу будут вопросы, и тест их задаст, и не только. Но все-таки шайбы, 20СВ, Эрнест Эмерсон, классические формы, приятная эксплуатация, и никаких вопросов по заточке у меня к нему не было. Вот такой, друзья, материал. Если вам он понравился, поставьте лайк, напишите в комментариях, поделитесь видео с друзьями. Если материал вам не понравился, поставьте дизлайк, не пишите в комментариях, или напишите в комментариях, как вам удобно. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok